Фестиваль Тау-Фест прошел в Туркестанской области. Там в летнем лагере молодежь познакомилась с последними достижениями этнотуризма и историей памятников культуры Байдебекского района. В рамках фестиваля прошли различные игры и выставки. Все подробности у нашего корреспондента. На фестивале собрались юные таланты и лидеры молодежных организаций региона. Особый интерес у них вызвали фотоконкурсы и выставка местных мастеров. Известный художник Талгат Дюсимбеков представил свои панно из драгоценных металлов и камней. Все они посвящены истории края. В наших краях очень много мест с наскальными изображениями. Поэтому я все свои картины посвятил истории Байдебекского района. Через них я пропагандирую историю нашего края. На фестивале молодежь состязалась в перетягивании аркана, поднятии гир, армрестлинге. Сельские мастерицы обучали, как правильно готовить кумыс, печь лепешки и делились секретами национальной кухни. Наше молодое поколение должно сохранить достижения нашей культуры. Ведь кроме нас никто их не научит так правильно готовить казахские блюда. А ведь это национальный бренд. Поэтому мы с удовольствием делимся тем, что знаем сами. Из-за уникальной природы и богатого исторического наследия у Байдебекского района огромный туристический потенциал. Поэтому нужно улучшить инфраструктуру, повысить уровень сервиса и создать новые туристические маршруты, считает опытный путешественник Кайрат Карибаев. Все должно слаженно функционировать. Все начинается с вокзала, затем кафе, гостиницы и другие заведения. Если все это будет оказывать услуги качественно, то можно будет привлечь множество туристов. Соответственно повысят и поступление в бюджет. Но воплотить в жизни эти предложения не позволяют возможности бюджета. Для этого нужно принять отдельную программу и привлечь частные инвестиции, пояснили местные власти. При этом немалая часть живописных мест находится в частной собственности. По словам Акима района Ерлана Нурмаханова, сейчас принимаются меры, чтобы вернуть эти земли государству. Такая ситуация создает трудности для развития туризма в районе, ведь часть участков не используется. Мы подняли этот вопрос депутатами Сената и Мажелиса. Они пообещали рассмотреть вопрос на законодательном уровне и посодействовать в решении проблемы. Местные власти также надеются за счет бюджета решить и часть проблем. В следующем году Акима от района намерен отремонтировать 8 километров дороги на водопад Туттаблах. На это предусмотрено свыше 600 миллионов тенге. Вместе с этим сейчас разрабатывается программа развития района на ближайшие 5 лет. Аслана Буталипов, Жан Дожжумабеков, Хон Шабуов, Туркестанская область, 24КЗ.